еще раз добрый вечер и у нас сегодня бесплатный вебинар и наш рекламный семинар основная его задача ответить на вопрос что такое коучинг давайте познакомимся и я представлюсь зовут меня шульга елена александрова нас достаточно много поэтому я бы хотела все таки построить нашу беседу в режиме некоего общения хотя конечно в режиме вебинара по большей части придется говорить мне и так еще раз меня зовут шульга елена александровна я практик с точки зрения практикующего как коуча как бизнес тренер и в первую очередь моя практика завязана на коучинге руководителей коучинговом подходе для руководителей в первую очередь как коуч я работаю с точки зрения развития руководителей развития всех те, кто находится под руководителями, то есть под обычными подчиненными. Лайф-коучинг – это, конечно, тоже я с этим связана. Так или иначе, на сегодняшний момент у меня более 700 часов коуч-сессий. В первую очередь, конечно, это больше про бизнес. Этим я занимаюсь уже порядка 10 лет, поэтому основная задача – ответить вам на этот вопрос. Насколько вам это будет интересно, я думаю, что обратную связь вы мне уже дадите после того, как мы с вами пообщаемся. Итак, я бы хотела сначала познакомиться. Достаточно коротко вы можете написать это в чате. Ваша профессия, то есть с точки зрения, чем вы занимаетесь, да, то есть это профессия там, где вы работаете. И что вы все-таки ожидаете от этого семинара? Понятно, что есть некий вопрос, что такое коучинг, но мало ли, вдруг еще что-то. Ну, что ж, хорошо. Хорошо. В общем и целом понятно, по большей части, чаще всего меня спрашивают, даже не с точки зрения применения коучинга в жизни, сколько больше в бизнесе. Потому что последние года слово коучинг стало гиперпопулярным, и многие не совсем понимают, даже используют это слово, при этом не понимают, что же это все-таки слово означает, что за коучингом стоит. Поэтому и сделали такой вебинар, поскольку я веду много курсов в Центре специалист, и практически на каждом курсе так или иначе я транслирую, говорю, что коучинговый подход – это очень важно, полезно, интересно. И все задают дальше один и тот же вопрос, а что это такое? Раз это все так хорошо, ну, давайте с вами тогда и посмотрим, посмотрим, что я сегодня вам хотела бы дать. Ответить на вопрос, что такое коучинг, в чем отличие коуча от тренера, ментора, от психолога, ваши уже запросы, видите, наперед знаю. Как сделать свою жизнь и жизнь близки, более сбалансированные, то есть я вам дам реальный инструментарий, и те слушатели, которые у меня были на каких-то тренингах, некоторые из них уже знают эти инструменты. Ну, так или иначе, сегодня я вам приготовила и сюрприз, которого вы точно еще не знаете. Определение приоритетов колесо баланса – то, чем мы с вами занимаемся именно практикой, то есть это не будет только вещание с моей стороны, обязательно будет какой-то навык. И что такое, как коучинг помогает более эффективно продвигаться своим целям, это тоже будет практическое задание, поэтому у меня просьба. Сейчас всех, кто меня слушает, если вы хотите получить именно практическую пользу, а не просто получить ответы на вопросы, первый и второй, то приготовьте листочек, тетрадку и ручку, ну, или карандаш, то есть то, где вы можете или чем вы можете писать. Договорились? Итак, с точки зрения внедрения коучинга. Дело в том, что… Вот сейчас просто вам статистику приведу. При внедрении коучинга компания, это уже статистика, может сократить бюджет на обучение, и при этом производительность компаний, которые применяют коучинговый подход в управлении, вырастает на 53%. Это в среднем. То есть в каких-то компаниях больше, в каких-то меньше. Я как практик, который внедряет коучинг уже на протяжении 10 лет, и это не просто внедряет, я управляю, поскольку у меня собственная компания, я управляю в стиле коучинга. И это действительно, если взять компанию, в которой занимается тем же самым, чем и мы, но управляет нашими обычными стилями, либо демократически, авторитарно, да, то есть то, что знают обычно руководители, они не достигают таких результатов, которые достигаются с помощью коучинга. Это факт. Статистики достаточно много. Поскольку я работала в компании, в которой сначала мы работали не в коучинговом стиле, и были одни результаты, а в 2008 году я увидела воочию, как изменяется компания, как изменяется, в первую очередь, результативность людей, тех же самых людей, то есть ничего не менялось, те же самые люди, но поменялся подход в управлении. И на тот момент я даже не совсем догадывалась, что это коучинг. То есть внедрили ряд инструментов, сказали, что вот это менеджмент такой, новый, ноу-хау, и даже ничего не говорили. Это уже спустя какое-то время я поняла, что это коучинг, потому что уже начала и теоретическую базу. Поэтому у меня получилось, что я сначала практик, я получила практические навыки, управляла уже в стиле коучинг, а потом только получила теоретическое обоснование и подтверждение тому, что это работает. Поэтому под первым пунктом подписываюсь однозначно на 100%. По внедрениям, по опытам могу сказать, что в некоторых компаниях, там, где действительно от самой главы, то есть от главы компании, то есть от генерального директора или от президента идет острое желание внедрить коучинговый подход в управление, там производительность увеличивалась в 100 раз практически, то есть в два раза. То, что было до, то, что было после этого. То есть здесь очень важен процент от того, сколько по всем ли иерархиям будет внедрен коучинговый подход. То есть если это только руководитель структурного подразделения, в своем подразделении ввел это, конечно, это будет меньше процент, потому что взаимосвязи у всех подчиненных, да и у самого руководителя будут и на другие отделы, которые, например, этого не делают. Если это целиком компания принимает, то результат действительно очень большой. Второй пункт – это укрепление организации. В общем и целом, это тоже, посмотрите, почти 50%, то есть плюс 48%, когда сама организация становится более, сами сотрудники становятся более лояльны, да, то есть они хотят работать, у них появляется мотивация, и как следствие, обратите внимание, четвертый пункт – уменьшение текучести на 32%, то есть на треть. При этом ничего другого не меняется. Это говорит о том, когда HR, то есть служба кадров, хорошо понимает, что такое коучинг, и не просто понимает, они могут так общаться. То есть общение в стиле коучинг – это тоже определенная такая тематика. Если говорить о клиентах, если это клиент-ориентированный какой-то бизнес, стоп, смотрите, третий пункт – снижение жалоб клиентов на 34%, это тоже очень большой процент, причем это не, говорю сейчас про тренинги, то есть это не обучение персонала каким-то навыкам, это управление персонала в определенном стиле. И итоговая доходность – это касается учредителей, это то, что уже на выходе, ради чего любой бизнес и организуется, это увеличение доходности, увеличение прибыли предприятия. То есть фактически увеличение итоговой доходности в разных делались исследования, минимум статистика 22%, максимум, который я видела с точки зрения долгосрочного исследования какой-либо организации, это было 70%. Я сейчас прям взяла шкалу, ну, можно сказать, минимальную, то, чего вы можете достичь, если вы будете управлять в стиле коучинг. Итак, цифры как вам? Хотелось бы сделать то же самое у себя, особенно если ваша работа напрямую завязана от вашей эффективности или от эффективности ваших сотрудников. Согласитесь увеличить себе зарплату, ну, хотя бы на 22%, было бы неплохо. Отлично. А если на 53? Изумительно. И я уверена, что некоторые ответы на те вопросы, которые я задам вам сегодня, они уже приведут к тому, что ваш доход, если он зависит от вашей, так скажем, непосредственной деятельности, доход может как-то изменяться, то в ближайшие буквально там месяц-два вы уже получите некий другой результат, чем был до сегодняшнего вебинара. А уж те, кто придут на учиться коучингу, да, и я буду в конце говорить, когда у нас стартует ближайшая группа, там совершенно будет другой результат, и я в этом уверена, потому что я слушателям всегда поддерживаю контакт после того, как их выпустила с этого курса, и я знаю их результаты. Есть чем похвалиться. Итак, что же такое коучинг? Ну, действительно, сейчас особенно в условиях кризиса, ну и посткризиса, да, у кого-то уже типа кризис прошел, у кого-то не прошел, у кого-то только входит в это, не имеет значения, как люди трактуют слово кризис, но для организации самую большую значимость приобретает все-таки возможность по-новому видеть цель. А как еще, да, по-новому увидеть достижение цели, а как можно достичь то, что сказал, например, учредитель, или то, что сказал некто в условиях кризиса? Ведь всегда в условиях кризиса нам приходится думать несколько иначе. Часто пример вам приводила, кто у меня был на курсах по поводу того, как мы развиваемся в условиях развития экономики, когда все идет вверх, и когда наоборот. И пример такой. Все мы ездили на эскалаторе, ну, как минимум в метро или в торговых центрах. И когда с экономикой все в порядке, фактически экономика растет, и ты в этом бизнесе, неважно, в каком ты находишься, если твой сегмент бизнеса растет, тебя автоматически он выталкивает. То есть фактически вы на эскалаторе, который движется вверх. И даже если вы стоите на ступеньке и не двигаетесь никуда, вас автоматически будет выталкивать вверх. В кризис все наоборот. В кризис эскалатор движется вниз. И вам, чтобы остаться хотя бы на том же самом месте, на том же самом уровне, нужно гораздо сильнее бежать. Вы когда-нибудь пробовали на эскалаторе, который движется вниз, хотя бы остаться на уровне там четвертой ступеньки? Как это будет выглядеть? И вот тут круто. Кто-то падает, кто-то вылетает, как раз именно поэтому. Кто-то сработали, где-то сокращение начинается. И коучинговый подход серьезно дает возможность компании начать не просто бежать, то есть активность увеличивать, а думать, каким способом еще можно сделать. Так, чтобы ты не просто остался на том же самом уровне, а именно придумал какую-то методику, чтобы ты начал расти. То есть бизнес, даже не бизнес, а именно сама индустрия, например, в которой ты работаешь, идет вниз, а твоя компания идет вверх. Заметьте, таких примеров огромное количество. Огромное количество, когда все компании в кризис начинают как-то ужиматься, ужимать отдел обучения, ужимать там зарплату и так далее, а некоторые компании в этот же самый кризис и в той же самой индустрии начинают расти. Я вам могу сказать, что на сегодняшний момент практическое большинство компаний, которые входят в топ как минимум там 20-30, возьмите Forbes, самых обеспеченных, самых дорогих брендов мира. Это все компании, а если вы посмотрите, много телекоммуникационных компаний, да, это Microsoft, это Apple, да, вот там, где придумывают какие-то инновации, кризис не кризис, им нужно все равно что-то придумывать. Это все компании, которые используют коучинговый подход. Это эффективная встреча один на один как один из инструментов, потому что это действительно коучинговый инструмент, и именно по определенной практике, определенной методологии существует, как это дело проводить. Тоже важно. Итак, с точки зрения коучинга. Основатель, то есть такой автор концепции внутренней игры, которая лежит в основе коучинга, это Тимити Голви, и он это трактует таким образом. Коучинг – это искусство создания с помощью беседы и поведения, среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение. Если сейчас разобрать вот эту фразу, то заметь, итак, что такое коучинг искусства? Это искусство разговора фактически, то есть коучинг не делает, коуч, да, он не делает что-то своими руками. Он каким-то образом беседует, тем самым человек, с которым он беседует, этому человеку гораздо проще добиваться этих целей, причем с удовлетворением, то есть здесь завязана еще и мотивация, внутренняя мотивация. Я сейчас не говорю о стимуляции. То есть это совершенно делается бесплатно, то есть мы не платим нашему сотруднику. Или если переложить на нашу семейную жизнь, если привнести коучинг в общение со своими детьми, например, с подростками, которые уже не хотят очень хорошо учиться, и заставлять их бесполезно. Часто спрашивают, где вот найти мотивацию? Если вы обладаете навыком разговора в стиле коучинг, то у вас таких проблем просто не будет. Вы будете четко понимать, и стимулировать не нужно будет, ни денег платить своему ребенку. Вот ты получишь пятерку, я тебе там заплачу несколько сотен или тысяч рублей. Вообще ничего такого нет. Что еще может быть с точки зрения коучинга и еще какие-то интерпретации? Это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. И важно, коучинг не учит, а помогает учиться. И если вдруг вы уже имели счастье общаться с коучем, возможно, уже у кого-то были даже сессии, вы должны четко понимать, коуч никогда не дает советов. Если вы задаете какой-то вопрос коучу, и он вам начинает что-то советовать, то это не коуч. Но это очень легко. То есть дает советы, это коучинг на никакого отношения не имеет. Просто это запомните. И работа с бизнес-коучем, если говорить для предприятия, помогает выработать стратегию, то есть это про что-то большое, стратегию развития персонала в целом в компании, если коуч работает, например, с топ-менеджерским составом. И это действительно актуально в настоящее время, потому что многие компании в состоянии этого кризиса, и они не могут увидеть, а что дальше. Спрашиваешь, у вас есть стратегия на ближайшие пять лет? И мне всегда отвечают, вы не видели, что там происходит за окном? Я даже порой подхожу к окну и смотрю. И говорю, ну там снег идет или снег не идет. Причем тут стратегия ваша на пять лет и то, что происходит за окном. Там постоянно что-то происходит, согласитесь? У нас не бывает. Если только у вас не фотообои на окне, тогда будет все константа. А так-то за окном постоянно картинка меняется. Поэтому никак это на стратегию не должно влиять. К сожалению, часть топ-менеджерского состава входят в некий ступор и не могут дальше двигаться. И это очень, ну не совсем, так скажем, проходит безболезненно для компании. Это может закончиться и крахом компании, потому что без стратегических целей такой лидер приведет компанию непонятно куда. Просто непонятно куда. Она может и вылететь с этой среды. Что еще? Какие есть трактовки? Это вам несколько для того, чтобы все-таки прояснилось и нарисовалась какая-то картинка до момента, когда мы перейдем к практике. Коучинг – это управленческое поведение, альтернативное командно-контролирующему, сказал Джон Отмер. И действительно существует несколько десятков определений коучинга, также моделей коучинга, много школ. Но в той или иной мере они соответствуют действительности все, что я вам сейчас скажу. Коучинг – это действие, имеющее цель, достижение поставленных задач. Не это ли самое главное в разговоре? В любом разговоре. Что вы на бизнес-переговоры придете? Основная цель должна быть? Должна. И когда мы ее понимаем, мы можем ее достичь. Когда мы приходим на работу, есть цель? Тоже есть цель. Когда мы приходим в семью и создаем семью, есть у нас цель? Есть. Причем самое главное, чтобы цель была еще и соответствовала определенным нормам. Но чуть позже мы об этом поговорим, так чтобы не спутать с мечтой. Что еще? Какие еще определения? Коучинг – это возрастающий процесс, в ходе которого человек узнает о собственных возможностях, составляющих его скрытый потенциал. То есть фактически коучинг, он дает такой рост той мотивации, тех способностей, которые в каждом человеке есть. И это на самом деле одно из самых ценных вещей, что может давать коучинг. Что еще? Это процесс, который помогает взглянуть человеку на развитие его личности, на конкретный этап его развития, то есть открыть человеку глаза на многие полезные ему вещи. Очень часто мы работаем, особенно в состоянии кризиса, вот, извините за сравнение, как те лошадки, на которых надели шорки и сказали бегать. Причем очень часто, куда бегать, даже нет конкретики. И они бегают по кругу. И от этого входит состояние стресса. То есть бегают по кругу, где нет ни старта, ни финиша. Просто бегают. Вот такой вот процесс. Он, естественно, не приносит удовлетворения даже простому рядовому составу. И когда ты раскрываешь с помощью коучинговых вопросов человеку вот эти шорки, ну, снимаешь, грубо говоря, на какое-то время даже простому исполнителю, и он понимает, что на самом деле можно бегать не по кругу, а можно бегать, например, к определенной цели. Может быть, покушать. Или там какой-то табун еще увидеть, да, и присоединиться к этому табуну, потому что он там успешен, потому что он там силен и так далее. То есть конкретная цель. Мы помогаем раскрыть, убрать вот эти ограничения. Я сейчас говорю с точки зрения коуча, да, что коуч может помочь в жизни любого человека. Убрать ограничения. У нас первый страх, с которым практически все сталкиваются, это страх мечтать. Вот коуч как раз помогает убрать этот страх на уровне подсознания. Потому что в сознательном варианте редко кто признается, что боятся мечтать. То есть еще, я сейчас тебе намечтаю. На самом деле, когда спрашиваешь, помечтать-то даже человек и не может. Ну, зачем мечтать? А вдруг все равно ничего не исполнится. Что еще, да, с точки зрения коучинга? Это процесс, опять же, да, который позволяет личности при использовании нужных методов и приемов добиться самых высоких результатов. У меня была такая практика, когда я в бизнесе дала возможность выбрать своим подчиненным, применять с ними коучинговый инструмент и не применять. Был такой у меня опыт. И я могу сказать, что имея один раз в неделю эффективную встречу один на один со своим непосредственным подчиненным, хватает этого запала как минимум на неделю, это даже в кризис, когда тебя подчиненные больше не трогают. Они четко понимают, что им нужно делать, а еще у них очень высокая мотивация. То есть тебя подгонять, стоять с метлой, с видеокамерой, не знаю, еще с какими-нибудь инструментами контроля вовсе не надо. Вовсе не нужно. Если этого не делать, то как раз получается обратная сторона медали. Человека нужно заставлять работать, заставлять ребенка учить уроки, заставлять еще что-то делать. То есть вроде как и нужно, а в то же самое время человек почему-то не делает. Есть чем сравнить. Что еще? Что означает коучинг? Это процесс, в котором человек в него вовлечен и получает большую радость от своих успехов и достижений. Ведь реально есть даже такая поговорка. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И вот в момент коучингового разговора есть такая возможность, когда человек может понять, что он уникален. Уж не помню, кто сказал эту фразу, «Но человек – спящий бог». Мне эта фраза очень сильно откликается, потому что действительно тот ресурс, который есть в любом человеке, он огромен. И от того, будете ли вы его использовать или нет, будет зависеть ваше продвижение. Будете использовать то, что у вас внутри есть, соответственно, будет вам продвижение. Не будете, вы тоже имеете на это право. И как? Да, Джон Витмер сказал такую фразу, она мне очень нравится. Мы более похожи на желудь, который содержит в себе весь потенциал, чтобы стать могучим дубом. Вы только вдумайтесь, ведь действительно, желудь такой маленький, неказистый вроде бы, но именно из него вырастает могучий дуб. И так же в любом человеке действительно есть все необходимое, все питательные вещества, интеллект и возможность его развития. Была бы определенная среда, ведь желудь прорастает тогда, когда соответствующая среда. Достаточно влаги, достаточно питательных веществ и так далее. И вот коуч и руководитель коуча или мама-папа коуч, то есть родительский такой надзор, может предоставить ту среду, когда из желудя получится хороший, могучий дуб. И хочу вам рассказать одну историю. История о теленке. Вот на одной ферме жил, был упрямый молодой бычок. И однажды он никак не хотел идти, пастись с остальным стадом. Он забился в самый дальний угол и не собирался двигаться с места. Несмотря на то, что трое детей этого фермера набросили ему веревку и изо всех сил пытались вытащить его на улицу. Бычок был довольно крупным и крепким. И поэтому ему успешно удавалось сопротивляться мальчишкам. Его тянули как могли. Но теленок упорно упирался копытами в пол и крепко стоял на месте. Как ребята не старались сдвинуть его, у них ничего не получилось. И тут старшему брату, а им был Милтон, пришла в голову идея. В то время, как двое продолжали тянуть бычка, Милтон обошел амбард сзади, пролез сквозь большую щель между досками и, схватив упрямовшее животное за хвост, стал тянуть его назад в дальний угол. Мгновенно бычок стал сопротивляться неожиданному натиску сзади и рванул в противоположную сторону. Выбежал из двери на свободу. Так теленок реагировал с сопротивлением на любое принудительное действие. Такая же реакция, свойственная и многим людям. Стоит учитывать эту и другие особенности ваших собеседников, когда вырабатываете гибкую тактику обсуждения, стараясь понять людей, с которыми вы разговариваете, заинтересовать их и мотивировать на определенные изменения. И это должно происходить таким образом, чтобы у людей самих возникало желание подобных личностных преобразований, чтобы они сделали нечто другое. Конечно, это метафора. Ни в коем случае в момент коучингового разговора мы никого за хвост не тянем. Ну, у людей его как минимум нет. Поэтому важно понимать, что у каждого своя мотивация. И эту мотивацию очень важно понимать, когда мы разговариваем с подчиненными, когда мы разговариваем с детьми, когда мы разговариваем с партнерами по бизнесу, или просто со своим коллегой по цеху. Когда мы понимаем, какая у него мотивация, и когда она действительно видна, человек ее транслирует, гораздо проще и эффективнее сотрудничать. Цели, основные принципы коучинга, обозначил также Тима Голви, под современным коучингом понимается некая методика раскрытия потенциала личности для максимизации собственной производительности и эффективности. И цели и задачи бизнес-коучинга таковы. В первую очередь, это разрешение проблемных ситуаций при помощи эффективных вопросов, внимательного слушания, интуиции, обучения в совместном нахождении жизненного баланса. Что еще важно? Это принятие конечного решения сотрудников. Хуже нет, когда вот как на карусельках, то в одну сторону, то я буду это делать, то я не буду это делать, то я хочу, сегодня я хочу это делать, завтра я не хочу. Конечно, эффективности здесь никакой не будет. Это стимулирование самообучения. Это полное раскрытие потенциала сотрудника и, конечно, повышение мотивации. Я могу вам сказать, что еще с 80-х годов прошлого века коучинг официально признан в бизнесе. В настоящее время существует порядка 50 официальных школ и около 500 видов коучинга, начиная там от вип-коучинга и заканчивая социальной работой. И действительно считается, что как отдельная профессия коучинг сформировался в начале 90-х годов прошлого века. В настоящий момент в Америке профессия коуча официально признана, благодаря стараниям Международной Федерации коуча в том числе. На сегодняшний момент слово коучинг, особенно за рубежом, можно сказать, используется аналогично такое же количество раз, как и слово прибыль. В России пока у нас это только-только мы это познаем, но так или иначе уже тоже есть компании, которые это полностью начинают внедрять и полностью это соответствует тем методикам, которые дает коучинг. Каковы принципы коучинга? Принципы таковые. Я бы хотела обозначить, поскольку авторов, кто описал из школы, много, как пример вам, Милтон Эриксон. Если у кого-то будет интерес, вы можете почитать его невероятную историю, потому что это человек, который с помощью внутренней игры своего мозга выстроил заново. В 18 лет он переболел полиомиелитом и был полностью парализован. Он не мог ходить. Я думаю, что знаете, что это очень страшное заболевание, которое неизлечимо. Два года он лежал парализованным, можно сказать, как растение. И благодаря внутренней тренировке он смотрел на свою маленькую сестренку, которая родилась в тот момент. И он наблюдал, как она поднимает, учится поднимать голову, учится ходить, учится разговаривать. Он это все внутри прорабатывал. То есть это была тренировка мозга фактически. И через два года он заново научился ходить, разговаривать и так далее. Полностью стать полноценным человеком. И сделать очень много открытий с точки зрения психологии. Итак, первый принцип это со всеми все окей. то есть изначально со всеми людьми все в порядке, их не надо чинить. Внутри каждого есть гений. Самое главное его увидеть. Второе, что у каждого человека есть все необходимые ресурсы для достижения его целей. И каждый человек может научиться тому, чего он хочет. еще важный момент, что в каждый момент времени мы делаем наилучший выбор из всех возможных. То есть это говорит о том, что когда мы принимаем некое решение, однозначно у нас позитивное намерение. И даже казалось бы, вот едешь за рулем и тебя кто-то подрезает и думаешь, какое же тут позитивное намерение? Он же неправильно водит автомобиль. Но мы же не знаем, что в этот момент у этого человека. Возможно, он опаздывает на самолет и у него намерение быть вовремя на какую-то конференцию. Мы никогда не знаем. когда мы смотрим со своей точки зрения, нам кажется, что вот этот человек не такой, вот этот человек не такой. Позвольте, далеко не все работают в исправительной колонии для того, чтобы всех исправлять. Практическое большинство сегодняшних и те, кто находится сейчас в аудитории, я думаю, и на вебинаре, не работают в таких структурах. И важно не исправлять людей, а раскрыть тот потенциал, который у них есть внутри. Ну и пятый пункт. Важно, что все изменения неизбежны. То есть та картинка, которая происходит в данный конкретный момент, она не повторится уже через секунду. Уже будет нечто другое. И чем же отличается коучинг от других действий? Вот посмотрите, территория коучинга. Важно, что в отличие от психотерапии, коучинг нацелен на будущее. Обратите внимание, что с будущим работают коучи и тренера. При этом тренер предлагает решение, то есть он говорит, чтобы тебе решить вот некую задачу, тебе необходимо сделать пункт 1, 2, 3, 4 и так далее. Коуч будет задавать вопросы. Он не даст вам готовых ответов, но он будет работать с будущим. Казалось бы, часто коучи путают с психотерапией. Важно, что психология, она работает с прошлым. По большей части именно откуда причина, почему человек боится, откуда там из детства все ноги растут и так далее и тому подобное. Поэтому с точки зрения задавания вопросов психология коучинг очень близко. При этом коуч нацелен, не имеет значения. Мне как для коуча вообще не имеет значения, где вы сейчас находитесь, на каком этапе. Если вы хотите стать президентом, это реалистично. Все реалистично. И не важно, что сейчас у человека нет образования. никакого значения не имеет. Потому что все в ваших руках. С точки зрения разницы между менторством, тренингом или консалтингом, это как раз тоже разница в прошлом или будущем. То есть консалтинг – это обычно уже аналитика чего-то прошлого. Человек, который предлагает консалтинг, он изучает прошлое и говорит, где у вас проблемы. С чем вы можете столкнуться? Какие зоны, на что вам нужно обратить внимание? И посмотрите, дело в том, что интерпретация того же самого, коучинг, то есть какой тут может быть вопрос, что в сложившейся ситуации было бы именно для тебя решением? И тут вот этот внутренний мотив, именно поэтому находится внутренний мотив, потому что не для кого-то решением, а именно для тебя. Вот конкретно твоя задача и как бы ты хотел это решить. И поскольку это решение только твое, а не приказ письменный или устный, мамы, папы, начальника, мотив сохраняется долгое время. Человеку хочется выполнять, делать то, что он запланировал. Психотерапия формирует именно и говорит о проблеме. Что для тебя проблема? И фокус на проблеме. Консалтинг тоже самое. Сейчас я проанализирую и скажу вам про проблемы. На обучении тренинг, то есть есть определенные способы решения, даются тебе их изначально эти способы решения, но тоже про будущее. Итак, глобальное отличие коучинга от всего остального. в первую очередь, что коучинг работает с будущим, то есть со стратегией, неважно, жизненный, бизнес и так далее. И он не дает готовых ответов. Задача коуча с помощью вопросов найти эти ответы внутри каждого человека. Именно поэтому он гораздо эффективнее, чем все другие инструменты. Понятно? где мы можем применять это? Существует некий цикл работы персонала. Изначально любой человек, приходящий на новую работу, он как ребенок. У него очень высокая активность, но низкая результативность. Так как все дети, они очень много бегают, но вряд ли они смогут завоевать какие-то первые места, двухлетний ребенок на дальней дистанции в беге. Мы не ожидаем от новичка, и поэтому как мы ведем себя с ребенком? Какой стиль управления обычно? Так, сюсюкаем, а если он лезет пальцами в розетку? Бьем по пальцам. Бьем по пальцам. То есть по большей части управление с новичками идет авторитарное, то есть мы говорим, как нужно делать, то есть мы здесь в роли тренера, то есть мы говорим, что нужно сделать вот так, вот так, вот так. Через какое-то время, ну обычно это три месяца испытательного срока, как максимум, человек должен перейти в состояние звезды, в прямом смысле слова, то есть у него высокая активность, высокая продуктивность. А поскольку у него высокая продуктивность, авторитаризмом здесь уже делу не поможешь, потому что это человек, который возможно и скорее всего раз он звезда, обладает большими компетенциями, чем его руководитель. И строить его, в прямом смысле слова, бесполезно. Вы только испортите с ним отношения. Вот здесь как раз прекрасно работает коучинговый подход. Поэтому сразу же видно, как компания растет, потому что существует принцип Парета 80 на 20, то есть 20 процентов персонала приносит 80 процентов прибыли, результата. Это как раз звезды. Если со звездами неправильно общаться, они либо уходят, их перекупают, либо сваливаются в состоянии динозавра. Динозавр это вымерший вид. То есть у динозавра еще результат по-прежнему высок, но активность уже снизилась, мотивации нет, начинают лениться. А если ты перестаешь тренироваться, это как в спорте. Какой бы ты ни был чемпион, если ты перестаешь тренироваться, что происходит? Атрофия. То есть по инерции еще какое-то время он будет так же быстро бегать или прыгать, в зависимости от спорта. Но мышцы начинают атрофироваться, и потом он уже... Деградация. Соответственно, это происходит и с персоналом. И здесь какой стиль управления может быть? авторитарный. Так, авторитарный. Еще? Да. Вы должны четко понимать, поскольку это уже профессионалы, у них только активность снизилась, если мы будем включать авторитаризм, то скорее всего будет сопротивление, будет борьба. Здесь тоже прекрасно помогает именно все, что касается уже компетентных сотрудников, помогает коучинговый подход, когда тут основная задача руководителя, например, вытащить мотивацию, для чего ему опять повысить свою активность. И это действительно такой вот важный очень момент, когда я даю этот инструментарий руководителям. Ну, и виселица это как раз уже все огорчение, огорчение, совсем все грустно, потому что уже надо расставаться. Да, то есть уже и активности, и продуктивности нет. Здесь опять же коучинговый подход хорошо помогает самому руководителю поставить все точки нады с этим человеком, то есть если у него ни мотива, ни желаний, и он говорит обычно в коуч-сессии, или в таком разговоре в стиле коучинг, действительно сам признается и говорит, что мне сейчас это неинтересно, у меня там другие приоритеты, и коучинговый разговор хорошо помогает расстаться полюбовно. То есть не так, чтобы потом с вами там восстанавливались, судились и так далее, потому что разговор в стиле коучинг, ты выводишь его вопросами на новую стратегию. Хорошо, тебе сейчас вот это все не нравится, ты не хочешь работать на этом месте работы, а что бы ты хотел вместо этого? И когда человек, вот представьте себе, например, сейчас у кого-то есть зона неудовлетворенности, мне не нравится начальник, мне не нравится еще что-то, а что бы вы хотели вместо этого? Ой, кто-то даже вздохнул. И когда ты начинаешь мечтать, что ты хочешь вместо этого, ты реально отрываешься уже от того, что ты не хочешь. И когда у тебя есть картина будущего, куда ты хочешь, ты совершенно спокойно расстаешься с предыдущим работодателем. Мне, как, например, этому предыдущему работодателю, тоже прекрасно. У меня ушел сотрудник осознанно, спокойно, в хорошем расположении духа еще и спасибо мне сказал за то, что я ему показала путь в конце тоннеля. То ли несчастье? Практически всем HR-ам важно это иметь, да, вот такой навык, как расстаться с сотрудником, чтобы все было спокойно. Есть такое дело? Да. Есть. И хочу я с вами сделать сегодня два инструмента. Один из них называется колесо жизненного баланса. Я его часто употребляю на тренингах, когда мы смотрим на компетенции. А сейчас бы я хотела, чтобы вы его заполнили с точки зрения вашей жизни. Вот не только в профессиональном плане, а вот просто как жизнь. Я попрошу сейчас нарисовать вот такое колесо прям на целый лист, вот какой у вас есть. Разделить его на восемь частей и вот такое небольшое шкалирование от одного до десяти. И в центре этого колеса будет единичка, а по периметру десятка. И прежде чем мы пойдем выполнять это колесо, я хочу вам рассказать притчу. Однажды солдат, охранявший дорогу, остановил буддийского монаха. Он выхватил меч и сурово спросил путника, кто ты такой, куда ты направляешься, зачем ты туда идешь? Монах задумался на несколько секунд, а затем робко поинтересовался. Могу я задать тебе вопрос? Задавай, хмурость разрешил солдат. Сколько платит тебе твой руководитель за неделю? Солдат сказал, две корзинки риса. Монах сказал в ответ, я буду платить тебе четыре корзины риса, если ты пообещаешь каждый день задавать мне эти вопросы. А вопросы были, кто ты такой, куда ты идешь, зачем ты туда идешь? Простые вопросы. А если ведь хоть на несколько минут остановиться и ответить себе на эти вопросы, а еще лучше, каждое утро, да, мы можем это сделать даже без четырех корзин риса, просто написав их и каждое утро отвечать себе на эти вопросы. Конечно, это основные вопросы, каждый решает их по-своему в свое время. И здесь мы пытаемся ответить себе только на те вопросы, которые часто всплывают в разговорах. Ну, например, куда уходит энергия и время? В чем должны быть гармонии равновесия? Удовлетворены ли вы вообще своей жизнью, да, вот целиком в жизни? Туда ли вы движетесь? И вообще движетесь ли вы или вы стоите на месте, да, само осознание этого? И любая ваша желаемая цель как раз лежит в зоне возможных действий, то есть вы можете делать, можете не делать. И поэтому для ее достижения вам необходимо покинуть некую зону комфорта, да, потому что в зоне комфорта у нас ничего не меняется. И вот сейчас мы как раз и определим с вами, где комфортная зона, отыщем неровности, а потом наметим план по наполнению этих пустых сон, освобождение переполненных. И давайте с вами определим главные сферы вашей жизни, которые могут содержать внутри, может быть, более конкретные. То есть мы сначала так стратегируем, то есть вам нужно 8 пунктов, что самое главное в вашей жизни, то есть что это может быть? Это может быть здоровье, что туда входит, уход за телом, питание, физическая нагрузка, энергия, молодость, красота. Это может быть дом, семья для кого-то важна. Это какие-то дела, комфорт, вещи, условия жизни. Для кого-то это самореализация, хобби, работа, творчество, карьера, возможно, признание, финансы, блок, достаток, деньги, уровень жизни, доход. Для кого-то это личностный рост или общение с друзьями. Для кого-то это важно, что в жизни должна быть личная жизнь и туда входит любовь, отношения, личное время, может быть, еще что-то. Для кого-то пункт отдых, общение с природой, путешествия, развлечения, сон. То есть у вас должно быть восемь пунктов. Каждый кусочек этого пирожка, этого колеса, вы прям вписываете внутри, что для вас, какие сферы вашей жизни самые важные. Да, порядок не имеет значения. Вы рисуете это колесо у себя в тетрадке на листочке, делите его на восемь частей. В каждой из этих частей пишите о одной сфере, которые самые важные в вашей жизни. То есть это может быть здоровье, дом, семья, самореализация, финансы, личностный рост, живое общение, личная жизнь, отдых. То есть это все, что 8 жизней, которые для вас очень важны, самые важные. В каждую из ячейок. Да, то есть одна ячейка будет, например, семья, вторая ячейка, здоровье. Да, то есть у вас получится заполненных 8 ячеек. То есть вот здесь 8 кусочков пирога или колеса, кому как. И теперь каждый из этих кусочков ставите себе оценку, самооценку. то есть от 1 до 3 это такие критические значения, так называемые ямки в вашей жизни. То есть ну, к примеру, вы понимаете, что совсем не удовлетворены вопросом семьи. Например, у вас ее еще нет, вы понимаете, что это главное, что важно, чтобы это в жизни было, но оценка может быть там единичка, двойка или тройка. Если вы понимаете, что у вас с этим блоком более-менее все в порядке, это обычно от 4 до 7. Такая нормальная наполненность. И если вы понимаете, что вы удовлетворены этим сегментом, как вы с ним проработали, обычно это от 8 до 10. И закрашивайте оцененные части этих секторов. То есть у вас должно быть выглядеть примерно так. То есть один какой-то блок вы оценили на шестерку и закрашиваете, например. Другой какой-то на семерку. какой-то на пятерку, на семерку. То есть примерно что-то в этом роде. Только честно, прям, каждый для себя. получилось. И теперь давайте обратим внимание. Вот вам как пример одного из колес. Я уверена, что у каждого оно свое. Давайте обратим внимание на получившуюся фигуру. Если она близка к кругу, это очень хорошо. То есть области в вашей жизни, которые для вас очень важны, имеют ровное наполнение. И у вас примерно... Причем неважно, пусть это будет все на пятерку, примерно, или там все на шестерку. Но это более-менее сбалансированное колесо. Ведь представьте, вот на таком колесе, вот как здесь сейчас на слайде, вот красно выделено. Представьте, у вас на машине такое колесо. Как вам ездить на нем? Никак. Ну, как минимум, это неудобно, это дискомфортно. Да? Много тратится топлива. По ступенькам удобно. Да, ну, по путям. Да, разные какие есть варианты. Итак, если оно получилось не идеальным, дайте мне, пожалуйста, обратную связь и коллеги, которые у нас по вебинаре, если большинство показателей на два. Так вот, если показатели сильно отличаются хотя бы от среднестатистической, то есть я вам говорила от четырех до семи, это более-менее хорошая наполненность. Да, есть над чем работать, но в общем и целом вы уже проработали. На двойку это, конечно, говорит о том, что пока у вас эти зоны сидят и ждут, когда вы, наконец, приступите. И я уверена, что сейчас у тех, у кого были такие моменты на два, на единичку, на троечку, мы сейчас сделаем определенное обещание, в первую очередь самому себе, что вы с этим что-то сделаете. Посмотрите, пожалуйста, теперь на свое колесо и найдите там одну какую-то ячеечку, одну сферу, над которой, если вы начнете работать, то есть вы улучшите показатели, например, было на двойку, и вы хотите увеличить это, например, на четверку или на пятерку, то еще и какие-то соседние, какие-то другие сферы тоже улучшатся. Ну, вот вам как пример здесь, если семья и дом улучшатся, и вы решаете, что для вас это сейчас глобально, это важная самая такая цель, то улучшатся еще что? Что здесь может? Путешествие, например, будет более интересно, не нужно будет искать попутчиков, да, вы уже имеете пару и сможете путешествовать. Что еще может улучшиться? С природой может увеличиться. Что еще может? Здоровье, может творчество увеличиться, да, то есть это, здесь нет единого, там, правильного или неправильного ответа, поймите, это колесо лично ваше, и когда вы делаете это, это вы принимаете ответственность за свою жизнь, поэтому выберите сейчас и поставьте себе стрелочку, как здесь показано на примере, стрелочку у того сегмента, которым вы готовы заниматься, то есть вы сейчас даете честное слово, что вы начнете работать над этим сегментом. Поскольку я это проверить не смогу, все-таки контроль останется за вами. И нарисуйте эту стрелочку. Какую оценку вы бы хотели видеть здесь, например, через месяц? Прямо поставьте себе цель с такими словами. Я хочу улучшить сферу моей жизни, именно там, такую-то, не знаю, общение, там, работа, или общение, то есть неважно, тот сегмент, который для вас архиважен. И сейчас у вас, например, оценка пятерка или там двойка, с до того-то. И что это будет? Ну, то есть, например, была тройка, хочу до пятерки. И пятерка это как? Что есть пятерка? Я не знаю, у кого-то предел, у кого-то не предел. Прямо напишите. Я хочу ему и речь, общаемся с собой. Есть области, которые трудно улучшить. Например, здоровье, там, вот что есть, то есть, да, или там. Извините, пожалуйста, хотя бы кусочек. Да. Я нашла. Смотрите. Здесь вот, ну, здоровье, там, или, например, любовь, тоже вот. Как я могу улучшить любовь? А вот, как если бы вы знали, как улучшить любовь, то как бы вы ее улучшили? Я не знаю. А если подумать? Вот представьте, что вы знаете, как это улучшить. То это было бы что? Более хорошее отношение с мужем. А более хорошее отношение с мужем, это как? Надо подумать. Ага. Заметьте, что я не дам готового ответа, потому что любовь, например, каждый понимает по-своему. Для кого-то любовь, это более хорошее отношение, опять же, непонятно, что значит более хорошее отношение. Заимопонимание больше. Больше, чем как? Чем что? А как вы поймете? Как вы? Как вы? Вот вы должны четко охарактеризовать, чтобы понимать, достигли вы этой цели или нет. Написали, выделили себе, ну, по крайней мере, коллег, которых я здесь сейчас вижу, выделили себе, нарисовали. И какие шаги, соответственно, вы сделаете, чтобы улучшить именно этот сегмент. То есть, чтобы через месяц или через три месяца у вас улучшилась любовь или улучшилось здоровье, что вы готовы сделать с единицы до десятки? Ну, если вы считаете, что в состоянии за месяц, например, подтянуть этот сегмент до десятки, значит, вы сто процентов можете это сделать. Теперь подумайте, какие шаги вам нужно сделать для того, чтобы это стало явью. Коллеги, получилось, кто по вебинару у меня? Да, да, спасибо. И помните, я сказала, что контроль остается за вами. Не могу я в режиме вебинара, не имею такого права. Написать надо сам себе, да, обязательно. Нет, писать здесь в чате не нужно, это все конфиденциально, все-таки это колесо баланса вашей личной жизни и для любого коуча конфиденциальность это в первую очередь. Я не буду сейчас это выводить для каждого во всеуслышание, поэтому основная задача все-таки, чтобы вы сами себе сказали честно, что вы сделаете эти шаги и через то время, которое вы написали, то есть у кого-то через год, у кого-то через месяц, через три месяца, да, для себя обязательно пишите и сохраните этот лист. Поставьте себе напоминание в телефоне через там тот срок, который вы себе обозначили, чтобы вы сами себя проверили. Даете мне честное слово, что сделаете это? Даете? Честно, пионерская, кто был пионером, или комсомольская, не знаю, какое-нибудь, октябрятская, кто был в октябрятах. Угу. Да. Честный плюс. Честный плюс. Да, даже такое. Угу. И действительно, если говорить о колесе баланса, то коучинг, с помощью коуча, это действительно колесо твоего жизненного баланса, именно твоего. Когда ты работаешь с коучем, вот сейчас у меня не было возможности у каждого просмотреть это колесо и говорить о том, что, Светлана пишет, не всегда все зависит только от меня, к сожалению. Вы знаете, Светлана, важно прописать вещи, на которые вы лично можете повлиять. То есть, если это только в зоне вашего контроля, если это там третий, четвертый, пятый человек, то действительно мы не сможем сто процентов гарантировать исполнение, поскольку там еще много-много лиц. Но вот все, что от вас зависит, вы должны взять на себя эту ответственность и сделать. Я уверяю, у нас много различных сфер, которые зависят не только, ну, например, любовь, да, вот взяли сегмент любовь, взаимоотношения с мужем. Это не только от мужа. Конечно, там два человека, как минимум. При этом, что вы готовы сделать? Вы знаете, подобное притягивает подобное. Когда трансформируется супруга, однозначно будет трансформироваться и меняться поведение у мужа. И наоборот, если муж изменяется, супруга тоже меняется. Понимаете? Особенно это в плотной паре, которая уже, например, давно живет. То же самое касается бизнеса. Подчиненный начальник. То же самое. Если изменяется один, изменяется и другой. Однозначно. Поэтому вы возьмите за себя ответственность то, что вы будете менять. За что вы несете ответственность. А уже с другой стороны вы будете просто наблюдать. Это очень интересно наблюдать, когда ты изменяешься и у тебя какое-то поведение поменялось. У тебя поменялся разговор. И как на тебя реагируют люди. Ведь действительно коучинговый разговор, он позволяет общаться вообще бесконфликтно. В принципе бесконфликтно. И получать еще удовлетворение от любого общения, какой бы там человек ни был. А вырастает вот это вот развитие своей эмпатии, то есть принятие людей такими, какие они есть. Они же все здоровские. От каждого человека можно чему-то научиться. Понаблюдать, а почему он именно так смотрит. И когда у тебя каждый день ты получаешь удовлетворение от общения с этим миром, у тебя наполненность внутренняя. А когда у тебя внутренняя наполненность, у тебя все в порядке со здоровьем. Ты не тащишь домой негатив какой-то. Или ты не тащишь из дома негатив, например, на работу и так далее. Проще жить. И поэтому эффективнее. У тебя голова не занята какими-то проблемами. У тебя есть цель, и ты понимаешь, как это здорово. Мы сейчас сделаем еще одно упражнение, которое я надеюсь, усилит то колесо, которое мы сейчас только сделали. Но сначала я хочу проговориться, как добиться большего в жизни. Очень часто у нас сказки, особенно русские сказки, завязаны на том, что, извините за сленг, какая-нибудь халява. То мы золотую рыбку поймаем, и она три желания сделает, то золушке пришла некая тетя, которая сделала все, чего у нее не было. Да, огромное количество. Щуку Иван поймал, да, то есть вот постоянно кто-то что-то делает. Это такая мечта. И вот чем отличается мечта от цели? Варианты? Цель она конкретна, да, действительно. А мечта же, это же так приятно, лечь и помечтать, возможно, помедитировать, включить красивую музыку. Это же приятно? Да. Приятно? А цель приятна или нет? Да. Это фантазия, да. И цель приятна. Давайте с вами подумаем. Думаем все-таки, чем оно отличается. Итак, цель. В первую очередь цель должна быть записана. Именно поэтому я вас попросила в начале вебинара взять тетрадку, ручку и записать. Потому что если и те, кто не записал по какой-то причине я не вижу, имейте в виду, что это превращается в вашу мечту. А мечты не всегда сбываются. Итак, чтобы мечта превратилась в цель, она должна быть записана. Она должна быть отсмартована, то есть по системе SMART это бравиатура. Я по-русски это переведу. То есть цель должна быть конкретна, она должна быть измерима, в чем мерить будем, в каких граммах, в штуках или не знаю, еще в чем-то, в рублях. Она должна быть реалистична, в принципе, в природе реалистична, достижима для вас и определена во времени. и когда вы будете общаться с коучем, например, либо когда вы научитесь общаться в стиле коучинг, у вас это запишется на подкорку сознания. То есть система разговора, почему она очень эффективна в стиле коучинг, потому что она всегда отсмартована. То есть разговор в стиле коучинг заканчивается так или иначе целеполаганием. Конкретно какие шаги, какие сроки и действительно сможешь ли ты этого достичь. И это очень важно. Именно поэтому это эффективно. А поскольку это записано, и ты же понимаешь, что ты уже ответственный раз это записал. Да, желательно, чтобы эта цель была перед глазами. Вы можете повесить ее где-то в районе глаз дома, просыпаться и понимать, мне нужно вот это сделать, да, я хочу вот это. Как карта желаний. Да, действительно, только когда она отсмартована, просто карта желаний, есть разные интерпретации, там, навырезал себе картинок и повесил. И ничего не делаешь. И думаешь, на тебя с неба свалится машина, квартира, яхта, не знаю, еще все, все те блага, которые мы обычно желают люди. А вот, когда ты это пропишешь, шансов увильнуть уже очень-очень мало. И забьешь это в планинг, например, что вот в понедельник тебе нужно сделать то-то, 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 да, во вторник то-то, 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 и подводишь еще итоги вечером, если ты делаешь это с помощью коуча, коуч всегда тебе скажет о том, что мог бы ты мне сообщать, как только ты сделаешь этот шаг, сообщи мне, пожалуйста. и у тебя появляется ответственность. И этим тоже отличается цель от мечты, потому что у цели всегда есть ответственность. А коли это ваша жизнь, кто у вас ответственный? вы сами. И потом вариантов, что мне кризис там помешал, или муж помешал, или еще кто-нибудь помешал, или рыбка золотая не словилась у меня, поэтому я это не сделал. Не получится, потому что это уже цель касается лично вас и зоне только вашего контроля. И это очень важно. На самом деле это жутко мотивирует, потому что есть еще ряд вещей, которые внутри тебя рождаются. Когда ты понимаешь, начинаешь идти, ох, у меня вот это получилось. Я сейчас вот уже не просто стройки на четверку вырос там, например, по колесу баланса, по какому-то я же могу, раз я на один баланс я же могу и два. И ты начинаешь включаться в эту игру жизни сам с собой. И не важно, что вокруг тебя творится. Ты в гармонии сам с собой. И тогда у вас, соответственно, и здоровье, не будет психосоматики, потому что не будет внутренних споров, что тебе кто-то задал эту цель, а ты ее не хочешь делать, или у тебя какая-то другая точка зрения. Обвинять некого. Даже себя не будешь обвинять, потому что ты замотивирован, ты понимаешь, что ты можешь это сделать. И когда рядом с тобой человек, который тебя поддерживает, я сейчас говорю о коуче, когда ты даешь, например, отчет, ты говоришь, я это сделал, теперь я уже вот, то-то-то достиг. И это действительно здорово. Ну что ж, и двигаемся сейчас еще, еще раз попрошу, я надеюсь, что вы не закрыли свои тетради. Еще одно упражнение, это четыре вопроса таких базовых для коучингового подхода, которые как раз поддерживают процесс развития любого проекта, неважно, жизненного, карьерного, всего чего угодно. Даже если вы хотите там у кого-то запросы, например, хочу выйти замуж за миллиардера, да пожалуйста. Не имеет значения. Вот чего хотите, все можно сделать. Итак, я буду задавать вам вопросы, а ваша задача пишем этот вопрос и отвечаем письменно. Каждый сам у себя в тетрадочке. Хорошо? Итак, первый вопрос. Чего вы хотите? То есть, на что вы сейчас конкретно нацелены? Вот выберите одно какое-то желание. То есть, куда вы стремитесь сейчас? Самое главное, чего вы хотите? Пишите прям. Вот чего бы вам особенно хотелось достичь? Это может быть краткосрочное желание? Да? Там завтра хочу или там в течение недели. А может быть вообще с точки зрения жизни. То есть, я к 80 годам хочу то-то, то-то. Собственный ресторанчик. Или, ну, не знаю. То есть, не имеет значения. Вот лично ваше желание. Это может касаться всего чего угодно. Здесь вы можете фантазировать. Предупреждаю, эти желания сбываются. Поэтому, пожалуйста, конкретизируем. Да, так прям. Настоящее желание. Настоящее. Написали? А теперь ответите на вопрос. Почему это важно для вас? Каковы ваши самые, самые, самые глубокие цели в этом стремлении? Что нового вы откроете для себя, достигнув этих результатов? То есть, что важного? Что изменится в вашей жизни, когда эта цель будет достигнута? Что будет по-другому? Почему это важно для вас? Готовы? Третий вопрос. Как вы можете этого достичь? то есть, какие шаги необходимо предпринять, чтобы достичь желаемого? Какой самый легкий первый шаг вы можете сделать на пути уже к этому желанию? самый легкий, самый простой, первый шаг, который вы можете сделать уже буквально сегодня. Какие ресурсы у вас есть для достижения этой цели? Это туда же. Что точно вы умеете и запросто можете сделать? И четвертый вопрос. Как вы поймете, что вы достигли результата? Как вы поймете, что эта цель полностью вами достигнута? Какие из сигналов помогут вам определить, что вы дошли до цели? Как вы узнаете о том, что ваша работа завершена? Как вы узнаете о том, что поставленная цель достигнута? Напишите крупными буквами ответ на вопрос. И кем вы тогда становитесь? Когда достигнете этой цели? Прямо прямой речью. Я такая-то, такая-то. Или я тот-то, тот-то. И кому это будет еще полезно? Для кого это тоже становится важно? Скажите, пожалуйста, как у вас ощущения сейчас? Есть над чем подумать. Есть над чем подумать. Еще. Все достижимо. Радости. Да. Есть сферы, на которые мы можем повлиять. Есть сферы, на которые мы можем повлиять. Улыбка. Да. Еще? Светлана. Клево. 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 Так. Еще. Что сейчас? Как ощущения? Вот просто расскажите, поделитесь. Напишите, есть над чем работать. Есть над чем работать, да. Все просто, если поставить цель. А еще? Девчонки. Надо выходить и делать. Да, так начинают чесаться руки, ноги, которые будут делать. И вот только представьте, я вам показала только маленький-маленький айсберг сейчас. За этот вебинар. Того, что может сделать коучинговый разговор. Если у вас сейчас, даже я не контролирую, что вы там пишете, я не вижу в вашей тетради, я не вижу людей, которые у нас по вебинару, глаз, и у вас уже зачесались руки, ноги, и хочется делать с улыбкой, с радостью, с мотивацией. Представьте, что чувствуют подчиненные, когда с ним вот в таком стиле разговаривают руководители. Главное желание, да. А ведь я не навязывала никому ни желания, ни цели, каждый делал сам. Причем даже если ты делаешь аналогичные вопросы, задаешь в режиме работы, то есть чего ты хочешь достичь с точки зрения работы, человек тоже самое, на те же самые вопросы отвечает, он выбегает с острым желанием быстрее это все сделать. И, соответственно, это эффективнее, чем когда он не отвечал на эти вопросы. Особенно, когда человек сам проговорил. То есть мы же не навязываем ему, тебе нужна карьера, ты у нас там находишься в кадровом резерве. Не всех это мотивирует, кадровый резерв. Совершенно не всех. Особенно, если ты там сидишь уже 5 лет, да, и вот тебя там как-то мотивирует. Это действительно так. И ваши ощущения, они сохранятся еще некоторое время. Я думаю, что, как минимум, вы будете помнить сегодняшний вебинар и семинар, кто находится очно. И сможете применять этот инструмент, потому что он рабочий. Естественно, вы сможете это повторить. И если говорить о том, как познать этот мир коммуникаций именно в стиле коучинг, через коучинговый подход, то вы можете прийти на курс коучингового подхода «Эффективное управление в условиях кризиса». Спасибо вам огромное. Продолжение следует...